Вот такие объявления появились в разных районах города 8 декабря. Маршруты отменяются, маршруты будут заменены на более короткие. Ивановцы, особенно те, кому удалось ознакомиться с новой схемой организации движения через сайт транспортреформ37.ру, в панике. Жители Пустошбора, например, лишаются четырех маршрутов. Согласно новой схеме, они смогут либо съездить в Афанасово, куда мало кому надо, либо доехать до площади Пушкина. То есть нам остается либо вот это прыгание по транспортам с пересадками, возможно, там с дополнительными оплатами. Ребенок учится машиностроительным техникум, он посмотрел все маршруты, он сказал, мам, я просто не доберусь, просто не доберусь. То есть он вообще в панике, он говорит, я не знаю, как учиться, как. Жители Курьянова и Нежданова в такой же ситуации. 43-го и 36-го маршрутов в новой схеме движения нет. Дочь Натальи Дементьевой учится в художественном училище на проспекте Ленина. Теперь с мольбертом и листами большого формата ей придется либо идти пешком, либо пересаживаться на площади Пушкина. Детям особенно, это же и запутаются раз, а потом, ну мало ли чего, уедут не туда, даже с ней, она у меня есть 16 лет, и то такие случаи бывали. По времени, естественно, мы все будем, мы опаздываете на работу, особенно если тот, кто живет в районе, ну, Рио или там, вот у нас сейчас прямой маршрут 43-й, а потом что будет? Поселок Железнодорожный, окрестные деревни, за Кохмой. Здесь живет больше тысячи человек, и все они сейчас ездят на 135-й маршрутке. В Кохму до поликлиники, сада, школы, в Иваново до вузов и работы. Не жалуются, по будням транспорт ходит каждые 15 минут через весь город, но в новой схеме движения его нет, как и самого поселка. На это нам придется идти до железнодорожной станции, вот представьте, какой путь, вот, а там садиться на 99-й, подъезжать до центра Кохмы, а там уже снова пересадка, пересадок будет очень много. Ездить новый 99-й маршрут, согласно схеме, будет раз в час. Если не успел, может и не уедешь, особенно в такой мороз, как сейчас. Ходить мимо леса, по несвещенной и не оборудованной тротуарами трассе до Кохмы тоже страшно. Жителям предлагают еще один вариант – рельсовый автобус – Орлан. Ну, Орлан, он едет до ЖД вокзала. Людям не нужен ЖД вокзал, людям нужно на работу в Иваново, там, проспект строителей, допустим, в разной точке города. А тут получается только ЖД вокзал, и это также очень неудобно, и он будет ехать там, по-моему, 7 раз в день, если я не ошибаюсь. Ну, то есть, нам такие же это неудобства. Мы возвращаемся просто в каменный век. Жители поселка Мелиораторов тоже обеспокоены. 150-й маршрут хотят отменить. Добраться они смогут, согласно новой схеме, только до Ашана. А там вынуждены будут пересаживаться. Та же проблема у жителей Каленова и Бухарова, куда сейчас ходит 30 КБ. Они вынуждены будут ездить до автовокзала, и там ждать другого транспорта. Несмотря на то, что конкретных сроков реализации новой транспортной реформы пока не называют, жители заметили. Некоторые маршрутки и автобусы стали ходить хуже. Возможно, водители готовятся, ищут новую работу. Некоторые уверены, ситуацию нагнетают сами перевозчики, которым предстоящие изменения просто невыгодны. Пересадки по новой схеме хотят сделать бесплатными. Предполагается, что работать транспорт будет до позднего вечера. Автобусы планируют пустить более габаритные, низкопольные, большой вместимости. На одном из последних обсуждений чиновники заявили, что схемы движения для маршрутов, идущих из Кохмы, изменят. В поселок Железнодорожный также обещают пустить автобус. Несут коррективы, учитывая обращение жителей поселка Миллиораторов и деревень, расположенных на московской трассе. Схему скорректируют в ближайшее время. Говорить об отмене каких-либо маршрутов в Иванове, Кохме и Ивановском районе преждевременно. Чтобы учесть все потребности жителей, проводится обсуждение представленного проекта «Собираются мнения людей». На ресурс transreform37.ru уже поступило 4912 предложений. Все они рассматриваются и по возможности учитываются. В настоящее время по итогам анализа предложений готовятся изменения в представленный проект маршрутной сети. Чтобы оставить свое пожелание по изменению новой схемы общественного транспорта, на сайте transreform37 нужно найти свою остановку и выбрать, ориентируясь на карту, маршрут. После того, как все графы заполнены, ввести последние четыре цифры номера, с которого вам позвонят. Принимают и предложения в письменном виде. Их можно отнести в департамент дорожного хозяйства по адресу улица Куконковых, 139.